Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы снова с вами идем в Зару. Сначала небольшой осмотр, так скажем, магазина, обзор, а потом будут примерки. Обзор будет совсем небольшой, потому что много чего я уже вам показывала. И на самом деле, да, Зара как будто бы вот очень-очень увлеклась какими-то цветными, яркими расцветками, одеждами. Я еще подозреваю, что это все просто в магазине висит, потому что более-менее такие нормальные вещи для жизни, для носки раскупают. А вот это все в магазине остается, потому что на его сайте у них есть всякое на самом деле. Есть очень такие спокойные, нормальные вещи, а есть вот такие вот тоже. Поэтому вот просто я думаю, что специфика магазина такова, что там раскупается все, что более-менее практичное, вот все вот такое яркое, разноцветное остается. Но я не сомневаюсь, что тоже все раскопят. У нас в Заре вообще раскупают все, до распродажи доходит очень мало что. И, в общем, как бы я не волнуюсь за Зару, что они останутся в каком-то накладе и не распродадут свою одежду. Ну все, давайте смотреть обзор, а совсем скоро примерки, никуда не уходите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, привет, друзья! Мы сегодня с вами снова в Заре. И я хочу вам сказать, что каждый раз, приходя в Зару, я думаю, что вот сегодня я буду мерить какую-нибудь человеческую одежду, ну в смысле такую, на каждый день, чтобы на работу носить, ну вот типа что-то, в чем я, например, сегодня одета, чтобы, ну как бы для всех подошло. Ну, я хочу вам сказать, что глядя на то, что продают в Заре, невозможно удержаться, чтобы не померить что-то такое эдакое, потому что это такие необычные, интересные вещи, что человек, который любит что-то яркое и довольно такое, ну, необычные, в принципе, вот просто невозможно мимо пройти. Я хочу сказать, вот что я принесла, у меня там еще один бесподобный лиловый, сиреневый такой лиловый костюм, брюки и пиджак остался на ресепшн. Я хочу сказать, что, да, это синтетика, это, можете называть это гранелин, можете называть это как угодно, торчащие нитки, все это не самым лучшим образом сшито. Но, если человек любит необычную, неординарную одежду, конечно, те, кому все равно, те, кто могут носить совершенно простую, обычную одежду, они не пойдут в Зару, а пойдут куда-нибудь в другое место, но вот тот, кто любит вот это вот все, вот эти вот перья, яркие, цветные какие-то, я даже не поняла, честно говоря, это платье или это блуза, ну, посмотрим, пойдет в Зару, потому что здесь можно найти такие вещи, которые нельзя найти ни в одном магазине, ни в одном масс-маркете, ни в одном, ну, в общем, мало где можно найти. Так, давайте будем примерять и посмотрим, что у нас. Так, хотела вам показать, вот это что-то, я, честно говоря, сама не поняла, на вешалке увидела и решила, что это должно быть примерено, потому что это что-то необычное и интересное. Кто-то скажет клоунское, я скажу дизайнерское, потому что это вещь застойная, вот, дизайнеров, почему? Ну, потому что это что-то совершенно необыкновенное, невозможно тоже увидеть. Вот скажите, где вы можете найти такую вещь? Опять же, найдется очень много людей, которые скажут, что это что-то клоунское, безобразное, невозможное, невообразимое. А вы помните, я примеряла вещи, вот, допустим, комбинезон Максмара, который был вот комбинезон, а сбоку у него болталась какая-то совершенно такая, как будто бы такой, знаете, русалчий хвост невообразимый. То есть за простыми вещами, обычными, можно ходить в специальные магазины, типа Масима, Дути, там, я не знаю, Кос, понимаете? А Зара стала вот чем-то таким. Я, кстати, в одном из своих, где-то в комментариях мы это обсуждали, и я предположила, что поскольку закрылся магазин Утерпо, который был тоже, принадлежал Индитексу, а там были вещи совершенно сумасшедшие, совершенно безумные вещи, то я предположила, что Зара как бы взяла на себя функцию, часть этих, этого дизайна, вот, как бы, то, что было сделано для Утерпо, потому что вот именно там были вещи вот такие вот яркие, совершенно такие странных, странных, странных фасонов, попугайские вообще их многие назвали, но очень многим это нравилось, ну, видимо, не столько многим, потому что магазин все-таки закрылся. Но, и знаете, я не говорю, что такие вещи нужно иметь много в гардеробе, но иметь такую вещь в гардеробе, по-моему, это не то, что мастер, абсолютно нет, но для тех, кто кому это нравится и кто это любит, посмотрите, она настолько необычная, странная, интересная, эта груза, что я вообще как бы... шок-контент это называется. Прикольно, да? И к ней я примерила вот такую узкую юбку-карандаш белого цвета, красивая юбка, я вам потом ее покажу вблизи, я еще одну кусочку с ней примерю, чтобы было лучше видно. Юбка очень красивая, такая классическая белая юбка-карандаш, это размер large, мне она хороша, на удивление, я думала, что я в нее не влезу, я очень давно не нашу юбки-карандаши, потому что мне они все маленькие и очень обтягивают живот. Музыка здесь орет безумно, я не знаю, если я оставлю то, что я говорю, или я потом сверху сделаю озвучку, потому что очень подозреваю, что YouTube не пропустит все это дело. Ну, ой. Ну вот, смотрите, так вот я выгляжу. Так, это, значит, размер medium, стоит она 80 долларов, и вот ее вот, вот такая вот странная, вот здесь вот прорези для рук, здесь еще одна, здесь тоже прорезь для рук, ну, в общем, очень странная, очень необычная, и, на мой взгляд, супер прикольная вещь, супер прикольная. Сейчас буду вот эту мерить. Ну, это такая попроще, но просто цвет красивый. Такая вот блузочка, плессированная. Вы знаете, что их зара делает много лет, и делает их каждый год, разных цветов, разных. У меня даже есть такая одна белая, одна красная, тоже, кстати, из зары. Мне они нравятся. Вот, знаете, это тоже полиэстер стопроцентный, но мне нравится их универсальность. Я хочу сказать, что я ношу их иногда, ну, не в жару, но, например, в довольно тёплую погоду, мне в них не жарко. Почему? Потому что они как бы продуваются, и вот такие вот не прилегают к телу, свободные. В таких вещах даже, даже не натуральных, не хлопковых, в принципе, не жарко. Ну, зависит от того, как вы переносите синтетику. Я переношу синтетику с погоду. Очень даже хорошо. Значит, они есть такие, есть, по-моему, ещё жёлтые, такого цвета. Ну, вы знаете, это такая, я не могу сказать, что это тренд, или какой-то песк моды, но цвет бесподобный. И вот мне нравятся такие вот блузы, потому что для женщин с тяжёлым низом, груши, так скажем, да, фигура груши, это незаменимая вещь, если вы носите брюки, или вы носите какие-то вот такие узкие юбки, потому что она, в принципе, свободная, объёмная, но при этом не громоздкая. Не то, чтобы это какая-то вещь, которая вот прямо огромная-преогромная, что она из вас делает какой-то такой куб-квадрат. В принципе, нет. Она такая, вот за счёт того, что здесь эта прессировка, она, в общем-то, вон такая, ну, вот, не делает из вас слона, понимаете? То есть, ну, на мой взгляд. Кстати, при желании её можно заправить юбкой. С таким небольшим напуском, в принципе, нормально, так симпатично получается. Я вам хотела показать. Юбка очень симпатичная, видится, так хорошо сделана. Здесь такие, как называется, выточки. И она сделана из такой, немножко такой блестящей какой-то ткани, типа, клемплен. Но, в принципе, она выглядит очень элегантно. Для юбки такая белая юбка, это вообще очень элегантная вещь. Она такая довольно длинная. Ну, в общем, красивая. Хорошая. Так, она совершенно кипельно-белая, потому что, видите, вот я ещё принесла брюки, они такие молочного цвета. А юбка совершенно белая. Просто здесь такой свет, что ничего не понятно. Значит, она стоит 80 долларов. Это, между прочим, бискоза. Да, вот как ни странно. Размер large. Но, видите, она такая с таким немножко блеском. Плотная, очень плотная ткань. И внутри она сделана вот таким вот тут-дуду-дуду. Видите, как она сделана внутри, интересно? Видите, как она сделана интересно внутри? Вот она такая с блеском снаружи. Не знаю, сливина, а внутри такой вот такой вот рубчик. Ну, в общем, не важно. Принесла ещё такие брюки. Они такие молочного цвета, вот такой вот длины. Тоже примерила их с этой блузой на таком контрасте. Это размер лапчик. Не должны быть мне малы, но, в принципе, очень плотные, прям вот так, довольно плотные. Вот такие вот широкие брюки, если честно, я думала, они будут длинные, как типа брюки палаццо, но они вот такой вот странной длины. Я не понимаю, ни то мне не хватает для них роста, и они должны быть вообще вот такие вот. Так. Либо, я не знаю, либо наоборот они слишком короткие, но я метр шестьдесят. Но я метр шестьдесят, поэтому слишком коротким и ничего не может быть. В принципе, они прикольные, они тоже есть разных цветов, разных расцветок, но, как бы, вот, странная длина какая-то непонятная длина и ширина. В принципе, такие широкие брюки должны быть брюки палаццо, длинные в пол. Что-то я не поняла или что? Объясните мне, девочки, кто понимает, в чем тут дело. Так, это, кстати, бутка была размер смол и стоит она шестьдесят долларов. Но видите, она большая. она такая большая, объемная, большие рукава, такие, ну, тоже плестр, конечно. Вот. Ну, такая, цвет красивый. Так, ну, я же не могу пройти мимо этого жакета с перьями. Есть люди, которые не переносят перья на одежде. Есть люди, которые спокойно относятся к перьям. Я очень спокойно отношусь к перьям. Это, больше того, я считаю, что это перья, это что-то такое бесподобно, гламурно и необычное. И такое, знаете, вот если вы в перьях, то вас заметят сразу. Я прикрываюсь немножко, потому что у меня нет ничего внизу, и здесь довольно большой вырез. Вот такой вот зеленый жакетик. Я его примерила с этими брюками. Очень шикарный. Я не знаю, дочки, я люблю такое. Но это не на каждый день, конечно, но есть люди, которые могут это внедрить в свой гардероб и носить. Я даже больше вам скажу, что ничего такого. У меня на брюсе одна такая шерстяна, ну не шерстяна, а вязаная такой трикотажный свитер вот с такими же перьями на руках. Я ношу его запросто. То есть, это как бы не такое уж ничего такого, что что-то такое овердресс или что-то такое супер-пупер. Я вполне себе в нем нормально себя чувствую. Ну, здесь жакеты, цвет яркий-зеленый, конечно, он немножко более нарядный, чем мой свитер. Но, в принципе, вот выйти в какой-то на ужин ресторан в таком виде, я не знаю, как вы считаете? брюк, состав, полиэстер, вискоза и эластан. В основном полиэстер, немножко вискоза и совсем немножко эластана. Размер ларч, цены вот на этих конкретно брюках не было. Я взяла, мой размер, они без цены. По-моему, они стоят или 60, или 70, или 80 долларов. Ну, как-то так. Вот так вот они, видите, у них высокая талия, такая без пояса. Здесь такие застроченные выточки. Ну, в общем, вот такие брюшки. Странная длина. Так, пиджак вискоза и леоцел, а подкладка стопроцентная вискоза. Ну, и вот, конечно, перышки, перышки. Свет бесподобный, стоит он недешево. 213, ой, сколько, 220 долларов, 212. Размер ларч, вот такие вот пуговицы. Ну, пиджак дорогой, к нему еще есть брюки, точно такие. Я не стала брать брюки, ну, как бы, решила разбавить, не делать костюм. Но цена, видимо, из-за перьев. Я не знаю, почему. Ну, состав как бы неплохой, но, не знаю. Цена, конечно, дорогая, но в сезон без распродаж в заре цены совсем не маленькие. Палатик. Я в нем здорово запуталась, девочки, потому что у него, значит, он такой палат с пуговицами. И внизу есть вот это вот такое нижнее платье, он довольно прозрачный, и еще одно такое нижнее прозрачное черное платье, которое к нему пришито. И надо было его одеть через голову, потом все это было расстегнуто, застегнуть, завязать. В общем, короче, я немножко запуталась со всеми этими. Вот, поэтому тут у меня так все приятно, но не обращайте внимания. Да, это такой халат на пуговицах с поясом. Вот такой вот расцветки офигенный, совершенно. Ну, просто праздник такой. Такая расцветка, такие цвета. Называется «Не проходите мимо». Кто любит все яркое, конечно, не может пройти мимо этого всего. Бесподобная вещь. Ну, это, конечно, для любителей ярких, необычных, таких неординарных вещей, и я это понимаю, но примеряю для всех. Я сама очень люблю такое. Мне особенно некуда это носить, если честно, но я люблю такие вещи. Не судите меня строго. Ну, вот так еще можно надеть. Здесь зеленый-зеленый, немножко другого оттенка. Может, они очень хорошо сочетаются вместе, но в принципе. Почему нет? Если вы уже в такое оденетесь, то вы уже можете сочетать любые цвета. Кстати, сейчас я вам покажу. Надевая сейчас этот пиджак, я поняла, что вот эти перья отстегиваются. То есть, если вам очень они надойдят, или выйдут из моды, или вы решите, что это как бы не ваше, то вы всегда можете их отстегнуть и снимать. видите, вот здесь это все хозяйство отстегивается на пуговице или кнопки даже, я не знаю, что там. Ну да, вот видите, здесь пуговица в рукаве и на этой манжете петля, то есть, оно вот так все в принципе отстегивается. Так что, если вы не хотите вам надоест это птичье хозяйство, птицеферма, вы можете ее всегда отстегнуть. Так, здесь все сплошной полиэстер, это размер medium, стоит оно 130 долларов, это платье. Видите, здесь вот внизу вот эта вот подкладка, причем оно как-то все вот пришито к этому платью, и я страшно в нем запуталась, оно как-то все, не поняла я, как это все работает. Вот здесь вот пуговицы, но потом сверху есть какой-то как будто еще нахлест, в общем, как-то вот так вот это самое, пояс, рукава такие. Ну, такая вот вещь. Вот такой костюм, я принесла его за бесподобный цвет, мне очень понравился его цвет, пиджак большой, брюки маленькие, брюки, значит, размер medium, девочки, я не специально, не была large, не ругайте, а пиджак large, видите, он довольно такой большой, объемный, но цвет бесподобный, и брюки, в принципе, симпатичные, видите, они такие разрезанные сбоку, но опять же, не длиннющие они и маленькие, а пиджак, в принципе, ну, даже, я бы сказала, большой, ну, такой он, какой-то слишком, слишком версаль, но цвет бесподобный, бесподобный, блестящая, такая, красивая ткань, ну, как-то я рассчитывала на, что это будет выглядеть лучше, как-то оно не очень, не очень мне нравится, это все, снимаю, все, добьем до полного трешака, чтобы это уже было вырвать глаз по полной программе, и сперим, вот, такое сочетание сиреневого с зеленым, ну, в принципе, конечно, это я уже прикалываюсь, на самом деле, я бы сама так не оделась, если честно, потому что это слишком ярко, брюки такие длиннющие, ой, как же мне, как же мне всегда все длинное нравится, ну, в общем, короче, тра-ля-ля, так, пиджачок, это был размер large, стоит он 120 долларов, вы знаете, для Zara это не дорого, поэтому он как-то и сделан не очень, и сидит не очень, хотя, ткань красивая, такая, с блеском, такой, типа, атлас, как будто бы, но, как-то, он неактивный, так, но и брюки были минимум 60 долларов, они стоят совсем недорогие, вот такие вот, видите, они на вид, вот, вот такое вот качество ткани, блестящий такой, этот самый, как будто бы, атлас, но они очень маленькие, просто очень, я иногда влезаю в минимум, но в эти я просто категорически не влезла, ну, все, друзья мои, вот такие у нас были сегодня примерки, забавные, я бы сказала, немножко такие шуточно маскарадные, карнавальные, ну, я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно и вы получили удовольствие, а на сегодня все, с вами была Дета из Канады, любят слух, пока-пока-бой, пока-пока-бой,